Музыка Ну тем, кто с жимлостью не связан, некоторые мои слова могут показаться странными, потому что реально промышленного садоводства по жимлости в стране нет, и в мире только-только эти работы начинаются и закладываются. Я представляю компанию «Сава», «Северный сад». Мы садами занимаемся давно, у нас большой опыт по облепихи, порядка 900 садов своих и в аренде. И мы крупнейшие в стране по переработке облепихи. И в том числе мы более 15 лет занимаемся переработкой жимолости. Мы делаем из нее много разных продуктов, соки, напитки, варенье, джем, повидло, начинки, функциональное питание, десерты, шоколаде, соусы, чай. Мы столкнулись с тем, что нам недостаточно той ягоды, которую мы обычно забирали в Бокчарском опорном пункте. Ну это порядка 40 тонн, нам этого недостаточно, рынок требует большего. Уже тут показывали, что идет довольно риский рост посадок по жимолости. Но так как мы переработчики, мы точно понимаем, какие ягоды нам нужны. У нас в этом году был сад, в аренду взяли 30 лектар старого сада. Но сад, который заложен без точного представления, что мы с него будем собирать и куда мы будем эту ягоду дальше реализовывать, сложно. Поэтому изначально мы, вот здесь на слайде показано, изучили в 2019 году 29 сортов, физико-химические свойства, свойства органолептические. С каждой ягодой сварили разные продукты и понимаем, какая ягода нам нужна и что мы с нее можем получить. Значит, интересно, что когда поставили задачу создания промышленного сада, ну естественно, как обычные бизнесмены поставили вопросы, какие сорта садить, какая должна быть схема посадки, какое минимальное количество сортов необходимо для эффективного опыления, какая будет урожайность и сроки выхода на урожайность, необходима ли полив и фертигация. Какие способы уборки урожая нужны, какие будут потери, какую технику применять. Оказывается, однозначных ответов на это нет. Ну естественно, раз не нашли мы в России, мы поехали по миру. Значит, посмотрели ситуацию, как в мире она выглядит. Ну да, Польша, Китай, Канада, максимальные объемы посадок в последнее время. Значит, пригласили Боба Борса, в прошлом году у нас побывал, селекционер, профессор университета Соскочевана. Значит, изучили его опыт. Реально он очень много сделал в Канаде для промышленного садоводства. Им были разработаны новые сорта, пригодные для машинной уборки. Эти сорта разошлись по всему миру. В основе этих сортов наши бокчарские сорта, томичка, некоторые другие. Вот, ну реально получены качественные сорта, которые могут применяться для машинной уборки и с хорошим вкусом. Удалось это ему не только потому, что рынок требовал, еще и условия работы в Канаде и условия регистрации этих сортов другие, чем в России. Фактически некоторые сорта отобраны были фермерами и там не требовалось 5 лет для того, чтобы, как у нас, ввести его в госреестр. Но в том числе в Канаде плантации небольшие. И поэтому применять там какие-то сложные системы агротехники, канадские фермеры не в состоянии, хотя и применяют кооперацию. Но используют в основном, как вы видите, вот тут, не то нажал. Куда-то мы перескочили. Че-че-че-че-че-че, сейчас, минуточку. Применяют хорвестеры, комбайны, вот это полурядный комбайн польский. Но надо отдать им должное, значит, ежегодно у них проводятся мастер-классы, дни жимолости, при котором собираются фермеры и обучаются, они активно передают друг другу опыт. По агротехнике, конечно, агротехника более развита в Польше. Мы посетили порядка 5-7 плантаций в Польше в течение года. В Польше разные есть плантации. Вот, например, плантация в районе Люблина. Ну, обычные плантации, как и у нас в польске, сорта, урожайность невысокая. Самые по агротехнике развитые плантации, это, конечно, в районе Кракова у фермы Плантину Кусибаба. Кусибаба активно применяет, ну, сотрудничает с Бомборсом, сотрудничает с Бокчарским. Бокчарский селекционной станцией создал специально опытное поле, на котором показывает возможности разных сортов и применения разных систем агротехники. Ну, вот внизу показал, значит, каким образом можно сделать, чтобы можно было запустить комбайн и не отрывать от земли, высоко отрывать земли, чтобы сомкнулась лента комбайна. Ну, применяет он фертигацию, загущение очень большое, до 5000 кустов на лектаре. Значит, вот на нижнем слайде видно, это июня того года, испытание комбайна «Кокон» в Польше. Приехал народ со всей Восточной Европы, ну, и мы с Россией были. Значит, ну, а сверху показана лаборатория Кусибаба-Инвитро, он порядка 5-6 миллионов саженцев делает на весь мир, в том числе порядка миллиона инвитро. Значит, одна из самых больших плантаций, польских, находится в районе Гданьска, там две плантации по 30 лектар, канадские сорта и бокчарские сорта. Тоже увидели некоторые проблемы, канадские сорта хорошо плодоносят, с бокчарскими есть проблемы, нерешенные вопросы по опылению, я позже немножко скажу по этому поводу. Видели интересную плантацию в Нидерландах. Люди выращивают голубику, посадили 4-5 лектар жимолости канадскую, и используют комбайн для сбора, тот же, который работает на голубике, используют его комбайн «Оксбо» для сбора жимолости. Этот комбайн показал очень высокую эффективность, мы его посмотрели в работе. Значит, вот этот комбайн, у меня сейчас здесь будет файл, там прям видео видно. Даже мягкие сорта, бокчарские некоторые, очень качественно собирает, абсолютно нет повреждений ягод. Интересная плантация где-то у нас здесь, а вот Словакия, значит, с 2014 года плантация, все ягоды он не отправляет на переработку, но интересно тем, что у них и канадские, и бокчарские сорта, и хорошее перепыление. Хотел отдельно несколько слов сказать по машинной уборке. Известно, что если руками собирать жимолость, то до 50% ягоды теряется. Есть, конечно, разные приспособления, но либо это очень много ручного труда, ну и потери все равно присутствуют. Значит, вот эти два комбайна, которые здесь представлены, значит, Кокон и Оксбо, оба мы видели в работе. Давайте, наверное, покажу сразу, как они работают. Ну, это вот в Голландии комбайн Оксбо. Очень щадящее воздействие на куст, очень чисто собирает. Ну, естественно, для того, чтобы этот комбайн мог работать, посажено должно быть в гряду. Куст должен быть приподнят. При этом потери, ну, единица, буквально единица процентов. Средняя скорость комбайна порядка километров в час. Очень качественно работает. Это американский комбайн, очень хорошо работает. Следующий комбайн – сербский, Кокон. Значит, вот это испытание у Кусибаба. Многие после этих испытаний высказались, написали, что большие потери, не поняв, почему это произошло. Обратите внимание, здесь нет гряды практически, и лента не смыкается под кустом. Ну, и плюс, вот это, может, уже особенность комбайна. У него колебание куста происходит от потока. Поток направлен горизонтально поверхности, и ягода не как вот у Оксба, а горизонтально. Поэтому большая часть ягоды, если лента не смыкается, падает на землю. Ну, изучив опыт, мы реализуем проект по закладке сада 100 лектар. Значит, проект рассчитан на три года, значит, 20 лектар мы посадили этим летом. Выбраны определенные сорта, в основном это бокчарская селекция. Эти сорта для нас, кажется, вполне имеющие рыночную перспективу. Одновременно мы тестируем и сорта, и мичуринские, и планируем тестировать сорта и японские, и американские, и канадские тестировать. Но в посадке пока идут бокчарские сорта. Значит, 20 лектар посажено в гряду, под агроткань. Первые 20 лектар посажены с открытой корневой системой, поэтому нам пришлось применять собственные изобретения. Видите, вот тут садят, применяя бур. Здесь, значит, представлена сверху карта. Ну, это предложение Юг-Полив, которое вот тут вас развеселил. Мы с ними плотно работаем, они должны нам реализовать этот проект по поливу, по фертигации. Ну, сверху, так, для информации, температурные режимы. Когда мы только закладывали сад, некоторые слепки говорили, что у вас в гряде будет промерзать. Ну, поставили датчик на поверхность, и в глубину через каждые 10 сантиметров он меряет. На графике видно, что температура, вот эта вот температура уличная. Значит, здесь вот времени посадки от октября и до сегодняшнего дня. Ну, температура в гряде там ниже, минус 5 и не опускалась. Ну, в этом году, конечно, не показать. Погода очень теплая. Ну, это некоторые экономические показатели проекта. Значит, за 3 года мы должны посадить 100 гектар. 20 гектар у нас посажено. В 2020 году мы садим еще 40 гектар, в 2021 еще 40 гектар. Рассчитываем на некоторую господдержку. Ведем активно работы с местной администрацией, с минсельхозом. Планируем, что там к 29 году, здесь несколько пессимистичный такой, конечно, график, выйдем на урожайность там 6 тонн с гектара. Ну, вот, в частности, у Кусибава сейчас эти цифры я там несколько раз перепроверял. При его более высокой плотности посадки на пятилетних кустах, после высадки пятилетних, у него получена урожайность более 10 тонн с гектара. При 5000 кустах, кустов на гектар. Ну, и в заключение, я, наверное, зачитаю, что я тут приготовил. Этим интересна жимолость, что мы все стоим у истоков промышленного возделывания ее. Это должна быть наша совместная работа. Важно наладить взаимное общение. Мы все только выиграем от этого. Эти, для решения вопросов, и создана ассоциация производителей жимолости, которая сейчас проходит регистрацию, из которой выступал там в первой части Артем Сорокин. Всегда, когда еще вопросы до конца не решены, общение дает очень много. Мы рассчитываем на вашу помощь и на общение. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Михайлович. Вопросы у нас есть? Да, вот в заднем ряду фактически, да, слева от меня. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Челябинская область, Григорьевские сады. Вы со многими встречались. Значит, смотрите, в чем у меня заключается вопрос. Вы подготовили очень интересную презентацию относительно закладки жимолости. И говорить о том, как правильно ее сажать, показывая эти комбайны стоимостью 16-19 миллионов. Я так и представляю, как большинство здесь сидящих их может себе позволить. И не говорите о том, что, ну, мое ощущение, что говорить, как правильно высаживать жимолость, могут люди, которые не в 2019 году посадили и еще не собирали урожаи, да, а которые уже имеют какой-то опыт. Почему я это говорю? Потому что жимолость, вот вы показываете комбайны, давайте начинать с того, что ими можем воспользоваться на 4-5 год. Если мы говорим о сборе жимолости, то мы переходим на руки. Если мы говорим про комбайны, то жимолость там по 100 рублей как бы с килограмма, она вряд ли кому нужна, это вот пюре после комбайна. А мы хотим продавать жимолость, ну, примерно, там, скажем, рублей за 300. Есть регионы, в которых и по 600 рублей берут, там, 250 рублей упаковка. Так, будем честны, у вас на данный момент, как я понимаю, нету ни ветроломных полос. И понятие такое, как стресс, вы берете для себя понятие польских ягод, а они изначально закладывают, они готовят почву, высаживают ветроломные полосы, а потом начинают закладку. У нас все начинают сажать чуть ли не в целину. Я сегодня общалась с несколькими хозяйствами, которые мне говорят, я еще землю не купил, проект еще не сделал, агронома у меня нет, но этой весной я пойду за субсидии. А в курсе кто-то, что поменялись позиции по субсидии, изменились полностью, сегодня Минсельхоз не присутствует. Да, ваш вопрос, будьте добры. Мой вопрос, почему вы в своей презентации не говорите о том, как нужно подготовить почву, вы говорите о 10 тоннах с гектара, но их не собрать, если она будет стрессовать у вас, их не собрать, если вы неправильно подберете сорта. Те сорта, которые вы показываете, они не дадут 10 тонн гектара. Ваш вопрос понятен. Давайте сделаем так. Технический, да, у нас семинар по жимолости будет завтра. Будет как раз спикер Тадюш Кусибаб из Польши, у которого училась компания САВА во многом. Я правильно понимаю? Можно скажу? Да, давайте. Самый большой сад по жимолости, долгоплодоносящий, это Бокчарский сад. Мы с ним работаем уже 15 лет. Значит, для реализации этого проекта у нас создана большая команда, она здесь присутствует, и агроном, и управляющий, все эти люди здесь есть. Я готов за каждую цифру, которую вот здесь я говорил, я готов за нее отвечать. Что касается того, что вы говорили о подготовке земли, я специально вопросы, по которым у агрономов нет споров, нет тех людей, которые скажут, они надо готовить землю. Здесь вынесены вопросы, по которым нет решения. Например, нет решений по схемам посадки, по переопылению. Ну нет этого решения. Мы эту задачу понимаем, мы вместе с Бокчаром и с университетом это заложили, вопросы эти будем решать. Разговаривать я могу тут три часа и четыре, по каждому вопросу могу отвечать, но понимаю, что времени нет, давайте позже. Или в кулуарах. Как добиться 10 тонн с гектара по жимолости, мы с вами обсудим завтра. Хорошо? Максим, пожалуйста. Максим Лагода, Русская Ягода. У меня вопрос простой. Зачем вам ассоциация производителей жимолости? Есть ли у вас опыт, скажем так, поддержания жизни в этой ассоциации? То есть пока я только услышал, что вы для общения ее создаете. И какие цели у этой ассоциации? И кто это будет финансировать? В общем, мы с вами так аккуратно знакомимся, да? Реально уже общение очень плотно идет. У нас есть портал, на котором мы общаемся очень плотно. Так как по многим вопросам нет решений в учебниках, нет этих технологий, поэтому все очень активно делятся друг с другом. У нас есть портал, на котором мы общаемся, туда входят и российские, и нероссийские производители. И для всех это нужно. Вот для производителей это нужно. Так как нет отработанных технологий. Для обмена опытом, в первую очередь. Финансирование, взнос там 30 тысяч рублей, эти деньги идут на информационное обеспечение, в первую очередь. Спасибо. Могу сказать? Да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Дмитрий Воронков, я владелец компании «Сады России». А вы когда-нибудь интересовались у пана Тадеуша, откуда у него пошло такое увлечение вообще к жимовости, нет? Так я скажу с нашей компанией, с Владимиром Васильевичем Степановым, который всю эту тему завез в принципе в Россию. И когда вы сейчас в трибуну вещаете о таких вещах, которые для меня кажутся дикими, мне, честно говоря, стыдно, потому что вы говорите о том, чего в принципе в природе не существует. Вы говорите, вот, опыта нет, ничего нет, технологии есть. Да есть все давно, все давно обкатано, выращено. 30 гектар жимовости сидит. Комбайны по 16 миллионов. Есть компайны за 800 тысяч, производство Челябинска, то же самое. Какие проблемы-то? Все есть, просто надо посмотреть по сторонам. Может быть тогда начнем говорить с точки зрения профессионализма, а не с точки зрения, «Во, мы сейчас 100 миллионов сюда вбухаем, получим суперрезультат». Тут и стул, и парень выступал не так давно. Он очень грамотно показал. Начинающий агроном. Не, ну слушайте, я тут положу эксклюзив, его же все купят, но хорока, какая же разница. Простите, если вы, как вы говорите, хотите общаться и получать технологию, вначале узнаете, что на собственной земле сидит, а потом говорите с трибуны. Простите, не выдержал, спасибо. Спасибо большое за ваш комментарий. Пожалуйста, не пропадайте. Мы вас обязательно пригласим в одну из следующих сессий. Надо обмениваться всем опытом, правда? Спасибо. Еще раз благодарю нашего докладчика.